МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей организации филиалу ТО Виамидис Кокштал зарегистрировано 92 тысячи населения. Из них подлежат вакцинацию более 50 тысяч населения. Мы провели работу и разбили этот весь контингент на подлежащие группы. Это лица старше 60 лет, женщины фертильного возраста, лица старше 18 лет, которые стоят на диспансерном учете. Также с получением новой прививки Pfizer туда зашли и лица, которые кормят. Школьники и дети? Школьники, да. Беременные, школьники и дети. Из них получается, нами сейчас произведено, из первого компонента мы привили 61,6%, это более 31 тысячи населения первым этапом, и вторым этапом 57,9%, что составляет 29 тысяч населения. Также в целом по нашей организации за всю кампанию вакцинации мы привили более 65 тысяч людей, которые не относятся к нашей организации, в целом, которые могли получать эту помощь в наших пунктах вакцинации. У нас развернуто более 8 пунктов. Это в торговых домах, в медицинских учреждениях, типа врачебных амбулаториях, также в центрах семейного здоровья. Есть выездные мобильные бригады, которые именно выезжают. Давайте о выездных мобильных бригадах мы поговорим чуть ниже. Вы же сказали, что назвали цифру из числа прикрепленных, сколько привито. Это достаточное, но это хороший показатель, или же все-таки? Мы стремимся к тому, чтобы выработался коллективный иммунитет в обществе, в целом население города, и чтобы этот порог был не меньше 60%. Конечно же, желательно, чтобы каждый осознанно к этому подходил и привился непосредственно. Но минимальный порог это 60%, мы его исполняем по факту. Мы проводим работу дальше и хотим, чтобы все население, прикрепленное население, вакцинировалось, также ревакцинировалось, для того, чтобы создать коллективный иммунитет. Давайте теперь о выездных мобильных бригадах. Сколько у вас их в Академии работают? В период чрезвычайным спросом на вакцину, после совместных работ, проведенных со стороны городских управлений, Акиматов, санитарных служб, наших спикеров, которые активно проводят разъяснительную работу, то спрос на вакцинацию увеличивается. В зависимости от этого мы готовы разворачивать достаточное количество. Минимально это 10 от 10 бригад, куда входят квалифицированные специалисты. Это доктора, средний медицинский персонал, которые могут оказать непосредственную помощь, оснащены всем необходимым медицинским препаратами. Каким образом ведется контроль за тем, что прививка действительно поставлена выездной бригадой по определенному адресу? Предварительно мы принимаем заявку от любой организации, где есть большое количество сотрудников. И если есть необходимость, без отрыва от производства, чтобы производство не страдало, они подготавливают списки. Соответственно, мы удостоверяем эти списки, проверяем все и выезжаем с определенным количеством доз и информационными согласиями. Плюс эти информационные согласия у нас имеют определенный номер, где регистрируется, допустим, если пациент номер один, его данные вносятся, соответственно, дублируются в журнале и вакцинация производится. Казусов с липовыми паспортами вакцинации не возникало на базе вашего организма? Возникали недопонимания и технические ошибки. Учитывая то, что мы работаем в разных направлениях, и большой контингент населения мы обслуживаем. Это одна из крупных предприятий поликлинической сети в городе. Были технические моменты. Мы в этом разобрались, соответственно, при поддержке вышестоящих руководства и исправили. И впредь это больше не допускаем. Холодильное оборудование для хранения вакцины, все это имеется? Да. Каждый наш пункт обеспечен холодильным оборудованием. Перед тем, у нас есть основное холодильное оборудование, которое располагается в нашем основном корпусе. Имеется термоиндикаторы, что внутри, что снаружи. Имеется холодильное оборудование переносного типа, которое доставляется непосредственно в эти точки вакцинации. Соблюдается холодовая цепь. Таких инцидентов по нарушению соблюдения холодовой цепи передачи у нас не зарегистрировано. Как правило, доступность нашей сети, расстояние, оно недалекое. Поэтому мы с легкостью это все преодолеваем и соблюдаем. Русим Тайбекович, назовите, пожалуйста, процент вакцинированных Pfizer-ом именно детей. Можете назвать такую цифру? Насколько активно идет вакцинация детей? Да, мы одни из первых, которые начали вакцинировать детей. Изначально, конечно, люди с недоверием приходили. И, как правило, у родителей возникало много вопросов. А как это? Почему вы заставляете нас? И так далее, и так далее. Хотя мы преследуем цель вовсе нету. Мы хотим предупредить и не допустить осложнений. В целом, сейчас мы провели информационно-разъяснительную работу. Наша организация обслуживает 24 школы. Из них это 14 школ сельского, ближайших сел, и 10 школ городского населения. Проведя беседы с родителями, были онлайн-встречи, беседы, где мы объясняли это все, наши спикеры, опытные педиатры, ведущие педиатры города объясняли. И у нас ежедневно в среднем регистрируется более 15 подростков, которые приходят и вакцинируются. Каждый подросток, он уже внутри семьи имеет определенный авторитет и советуется со своими родителями, и кто-то действительно хочет быть защищенным. И, как правило, родители приходят со своими детьми, получают эту прививку, и таких осложнений, нежелательных, неблагоприятных, не зарегистрировано. Более легко, достаточно легко это все переносят. Как проходит ревакцинация? Ревакцинация нашей организации проходит довольно хорошими темпами. В среднем 186 – это минимальный порог ревакцинированных, который мы проводим в день. Это минимальный порог, бывает и больше. Это складывается от определенных моментов образа жизни человека. Допустим, он работает, не хочет отрываться от работы и так далее. С этим мы подходим очень лояльно, и поэтому наши пункты вакцинации, где мы можем проводить ревакцинацию, работают с 8 до 8, и выходные дни так же. По ревакцинации выездная мобильная группа выезжает или только по прививке? Если есть достаточное количество населения, работников, мы можем организовать это без проблем. Любое предприятие на территории города по заявке, как я до этого ранее говорил, без проблем, мы выйдем и ревакцинируем. Рустим Тавекович, давайте теперь отстранимся от вакцинации, ревакцинации, от коронавируса, омикрона, от всего этого. Давайте поговорим о качестве оказания медицинских услуг в вашей поликлинике. Если по десятибальной шкале, насколько вы реально оцениваете? Реально и откровенно? Ну, откровенно, если честно, не более семи, я буду откровенен. Почему, я могу объяснить. Да, конечно. Мы проделали очень большую работу в плане доступности и качества оказания медицинской помощи в рамках ПМСП. Большой объем работы в ПМСП складывается на профилактике, недопущению, оздоровлению, полонаселению. Поэтому, учитывая то, что у нас 92 тысячи населения, мы имеем сеть врачебных амбулаторий и медицинских пунктов в ближайших селах. Проводим систематическую работу в плане доступности и качества. Для этого мы приобрели тяжелую технику диагностическую. Это магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф. О них я хотел бы остановиться чуть подробнее. Магнитно-резонансный томограф у нас работает и в выходные, и в праздничные дни по согласованию, соответственно, с работниками для доступности и качества. Привлечены к этому аппарату компетентные сотрудники. Мы, учитывая то, что сейчас у нас есть возможность дистанционного описания с подходом современных инновационных технологий, когда доктор может не находиться на своем рабочем месте, допустим, это делать дистанционно. В Кокшетау еще есть такая техника? Да, обязательно. На нашей базе, на нашей базе поликлинической. За исключением вашей поликлиники в других? Да, есть. У нас комплексная информационная система, до момента предоставляет такие возможности. И любая клиника при исследовании, они могут загружать свои данные в эту информационную систему. После чего любой доктор республики, который пользуется этой комплексной медицинской системой, он может посмотреть эти данные без какой-либо сложности. Так же и в нашей организации. Мы проводим разные диагностические исследования с контрастом и без контраста, требующих, допустим, в онкологических случаях, непонятных случаях, для верификации диагнозов и так далее, что в компьютерной томографии, что и магниторезонансной томографии. Средняя нагрузка на аппараты у нас минимум составляет, на магниторезонансной томографии, это порядка минимальная, это 18 пациентов. И на компьютерный томограф, где-то примерно 25 человек. Плюс мы с согласованием управления здравоохранения Ахмолинской области, учитывая то, что мы имеем такую возможность оказать людям за пределами города, как штаб, открыли доступные графики, они могут от самых отдаленных районов и так далее получить эту помощь у нас. До недавнего времени широко пользовался это Степногорский регион, активно люди приезжали, мы в субботнее время организовывали для них зеленый коридор, и пациенты приезжали предварительно по времени. Мы можем сказать, что технически ваша поликлиника хорошо оснащена? Это можем заявить смело. В чем потребность? В данный момент, видите, здесь ситуация как складывается. Есть аппаратура, не хватает сотрудников. Есть сотрудники, не хватает. Но мы этот вопрос решаем совместно с руководством, индивидуально подходим к каждому сотруднику. Мы активно привлекаем сотрудников из других регионов, проводим разыскательные работы. Давайте, чтобы с техникой уже, скажем так, покончить, давайте назовем три позиции, чего не хватает, чтобы качество оказания услуг было не 7, а еще выше. Три, какой техники не хватает? Три позиции. Я вижу развитие амбулаторной хирургической помощи в рамках ПМСП, потому что многие регламентирующие приказы Министерства здравоохранения позволяют нам оказывать эту помощь. Из них это лапароскопическая стойка, но в целом, если так разобраться, мы будем развивать ее однозначно. В целом у нас подход есть только комплектующий. Видеоанцископическая стойка есть премиального класса, который может нам позволить этим заниматься. Таких прям недостающих, недостающих техники в нашей организации мы такого не испытываем в целом. Тогда давайте о дефиците кадров. Каких специалистов нам не хватает? Вот прям острая потребность. Аллергологи есть? Аллергологи, детские, взрослые. Качественный, хороший аллерголог, хороший специалист. Они единичные специалисты, которые работают в разных организациях нашего города. А то есть это приходящие? Да, они совместители. Кто-то совместитель, кто-то на постоянной основе. И острая нехватка это у нас в гинекологическом профиле. Нам не хватает гинекологов. Я не знаю, почему мы провели там огромную работу в плане бюджетирования отделения, привлечения, бонусных компенсаций и так далее. По идее, по нашим расчетам, сотрудники гинекологического профиля, гинекологического акушерского профиля, они довольно хорошо могут, их труд довольно хорошо может оплачиваться. Но в нашей области, вот везде, на базе всех медицинских учреждений, имеется дефицит такой кадров. То есть это вот настолько узкая специальность? Систематически я не знаю, почему так сложилось, если честно сказать. Но поскольку я имею опыт руководителя в других регионах, могу заявить, что и не только гинекологов не хватает на периферии, но также и врачей общих практик, и анестезиологов достаточно, недостаточное количество, вот, не считая и узких специалистов, как в плане кардиологи, невропатологи на периферии. Но в нашей организации их достаточно. Вот. Ну, мы хотим, чтобы их услуги были доступными, потому что сейчас мы проводим анализ, и каждый седьмой, восьмой человек нуждается в консультации узкого специалиста. Поэтому мы подходим к этому широко и хотим развивать это. И чтобы каждый человек не ждал там в очереди две недели к кардиологу там и так далее, мы будем проводить внутренние изменения и оказывать широко эту помощь. Плюс у нас еще подход немножко поменяется к тому, что каждый специалист в рамках своего случая, в рамках своей нозологии, они будут и диагностировать, и произвести лечение на базе своего отделения. К примеру, существует у нас кардиолог-специалист. Кардиолог в рамках ПМСП оказывает консультативно-диагностическую помощь. Но мы хотим, чтобы консультативную помощь он оказывает, диагностическая помощь складывается не в рамках отделения. Какая это? Ну, допустим, УЗИ сердца. Вот порядок исполнения данной процедуры таков. Через участкового врача пациент попадает к кардиологу. Кардиолог дает рекомендации, но для верификации диагноза ему необходимо, допустим, исследование УЗИ сердца. То есть есть этапы, а вы хотите, чтобы было у одного кардиолога? Мы хотим, чтобы пришел пациент. Это очень удобно, на самом деле. Это очень удобно. Для пациента это очень удобно. И для доктора он всесторонне развитый. Допустим, как говорят, я сам хирург, допустим, мне не нужно, чтобы дополнительно врач УЗИ смотрел островоспалительные процессы. Мне достаточно по признакам определенно понять, есть ли необходимость к оперативному лечению или нет. Также и любой другой узкий специалист. Кардиолог о сердце знает больше, чем врач функциональной деятельности. К сожалению, мы ограничены во времени. Скажите, вот этот механизм, когда он будет внедрен? Вот с чего мы начали, это вот центр сердца. Мы сейчас запускаем центр сердца. В рамках этого центра сердца у нас привлечены сотрудники. Работают кардиологи, как консультативно, так и диагностически, плюс лечебно. Лечебное у нас это в рамках стационарно-замещающей терапии на базе центра сердца. И диагностические все исследования функциональной диагностики – это СМАТ, ХОЛТР, ТРЕДМИЛ, ЭКГ. Когда это начнет действовать? Сейчас вот действует. То есть уже действует. Уже действует, да. В цифрах назовите дефицит врачей, медицинских кадров, обычного медицинского персонала. У нас штат 611 человек, по факту сейчас. Это общий штат. Из врачей у нас 121 врачей. А сколько не хватает? Ну, если грубо взять, порядка 5-6 узких специалистов и где-то 8 педиатров. И 8 педиатров. Руссен Тайбегович, мы вот, я выше сказала, мы ограничены, к сожалению, во времени. К сожалению. Поэтому вы недавно, да, на руководящей должности? Сколько времени? Порядка двух месяцев. Порядка двух месяцев. Вы действующий хирург? Я действующий хирург. То есть вы проводите операции и все? На амбулаторном уровне. Я изначально стационарный доктор, проработал в областной детской больнице достаточное время. После чего моя карьера немножко по-другому сложилась, уже в административно-управленческом виде. И в любом случае я занимаюсь врачеванием. И хочу, чтобы, понимая, как это необходимо для пациентов, я хочу, чтобы наша работа, наша помощь была доступна и качественная. Вот за два месяца, скажем так, анализа, наверняка вы проводили какой-то анализ, как вообще работает поликлиника ТО Виамедис филиал. Назовите две основные проблемы, которые, на ваш взгляд, имеются, на сегодня актуальны и требуют незамедлительного решения. Вот прям коротко, тезисно. Бесконечные очереди. Так. Как можно это решить? Мы этот момент решаем, опять же, комплексным подходом. Один из примеров. Приходит пациент к участковому доктору с жалобами на, допустим, повышение температуры тела, кашель и так далее. Доктор подозревает у него пневмонию. Сделав рентген-снимок, он видит, что пневмония. Ему нужно теперь определить, есть ли необходимость подключения антибактериальной терапии и так далее. Как правило, им выписывают общий анализ крови. С утра на голодный желудок приходите, и мы вас возьмем. После обеда или на следующий день придете за результатами, и доктор вам назначит или не назначит показания. Мы этот процесс сократим до момента того, что эту кровь необходимую будет брать та медсестра, которая ведет прием вместе с доктором. Все, понятно. Первый пункт. Очереди. Второй пункт. Тезисно, пожалуйста. Так. По второму пункту. Качество. Повысить качество оказания медицинских услуг. Обязательно. Русем Тайбекович, спасибо большое, что пришли к нам на программу. Я желаю вам успеха в вашей деятельности. Желаю решить все насущные проблемы. И чтобы с вашим приходом под вашим руководством поликлиника только расцветала и расцветала. Спасибо большое. Спасибо большое, Саня. Очень приятно было побеседовать. К сожалению, так мало времени. Но я думаю, что мы в будущем еще... Непременно еще встретимся. Спасибо. Спасибо большое. Время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что были с нами. В эфире была программа «Линия правды» и я, ее ведущая, Саняя Кубжасарова. Всего доброго. Оставайтесь вместе с нами на телеканале КОКЩЕ. Аман Саволонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова